Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами быстренько за пару минут обсудим тему реплеев. Почему я решил посвятить этому отдельное видео? Потому что когда я пытался разобраться с темой реплеев для себя, как их оттуда достать, как их сохранить, как их кому-нибудь передать, я не нашел на платформе YouTube ни одного подходящего нормального видео, в котором бы нормально по-человечески, по полкам раздражили все по данной теме. Я попытаюсь сейчас это сделать. Для тех ребят, для кого это не в новинку, пожалуйста, не пишите гневных комментариев, лучше напишите, о чем я забыл, или дополните мое видео своим мнением, ну либо имеющейся у вас информацией. Я думаю, что другие это оценят. Спасибо вам большое за благовременно. И да, ребят, я собираюсь открыть у себя на канале отдельную линеечку видео, которые будут связаны с воспроизведением ваших реплеев. Поэтому, если вдруг у вас уже есть реплеи, или у вас будут реплеи, которыми вы хотели бы похвастаться, там, где у вас есть какие-то классные результаты, либо видео может быть интересно большому количеству зрителей, обязательно присылайте свои реплеи на электронную почту, которая указана в описании под данным видео. Обязательно приложите туда 3 принтскринчика с результатами вашего боя, ну и, соответственно, 10 или 15 слов. Кратенько напишите, почему вы считаете, что реплей действительно стоящий того, чтобы на него обратить внимание. Пожалуйста, цените мое время и отнеситесь с пониманием. Я не смогу просматривать все поголовно реплеи. Если по 6 минут по реплею, то 10 реплеев это уже час. Мне бы хотелось обращать внимание именно на те реплеи, которые действительно стоящие. Спасибо вам большое заранее заблаговременно, за то, что поддержите данное направление моего канала, ну и отнесетесь с пониманием к эпоэномии моего времени. А теперь возвращаемся к теме наших реплеев. Что касается реплеев, первое, что необходимо знать, вам необходимо установить лимит реплеев. Это можно сделать в настройках, перейдя в другое. И здесь вы видите ползунок, которому вы выставляете себе количество реплеев, которые вы хотите, чтобы сохранялось. Я играю на компьютере, выставил себе 100 реплеев. Реплеи много не весят, они весят меньше 1 мегабайта. Поэтому, в принципе, ребят, хранить можете сколько угодно. Я себе выставил максимум сотню. Если не ошибаюсь, то в последних обновлениях игры установили, кстати, ребят, что количество записываемых реплеев не слетает. Сейчас поставили сразу 10 базовое. Дальше вы уже можете менять себе количество реплеев, которые вы сохраняете. Теперь, где они хранятся и как их найти. Вам необходимо зайти в свой профиль, зайти в закладку реплеи. И вот вам сохраненные ваши реплейчики. Как достать реплей, как его кому-нибудь отправить. Вы нажимаете на соответствующий реплей, который вас интересует. Только нажимаете не на кнопку проигрывания, а мимо нее. При нажатии на реплей у вас снизу открывается полоса с двумя возможностями действия с данным реплеем. Первое, это удалить данный реплей, второе, выгрузить его. При нажатии на выгрузить у вас открывается вот такое вот диалоговое окно. И что самое удобное действительно, то что реплей, на который вы кликали мышью, он изначально в списке реплеев соответствующей папки, где они хранятся, изначально является выделенным. Поэтому искать его здесь в общем списке нет необходимости. Вы просто кликаете правой кнопкой мыши, нажимаете на кнопку копировать, ну и соответственно перемещаете данный файл, точнее его копию, в соответствующую папку, которая вас интересует. Ну допустим там на рабочий стол. Таким образом вы сохраняете себе реплей, которым дальше можете пользоваться, точнее его копию. Как я уже сказал, реплеи большими размерами не отличаются, соответственно их можно пересылать своим друзьям через любые мессенджеры, в том числе и там с телефона, которые позволяют прикрепление файлов. Не обязательно для этого пользоваться электронной почтой. Что касается реплеев, как достать мы с вами разобрались, как сделать список избранных. Нажимаете на звездочку и соответственно в вашем списке избранных появляется соответствующий реплей. Я лично не пользуюсь, я просто изначально после боя, если я понял, что этот бой меня интересует, сразу себе просто открываю, выгружаю и сохраняю в отдельной папке. Также есть загруженные файлы. Как можно загрузить сюда файлы для того, чтобы их просмотреть? Самый простой способ, так чтобы не изобретать велосипед, запускаете игру, и вот как только ваша игра запустилась, вы заходите, сворачиваете игру, заходите в соответствующую папку, где находится реплей, который вы хотите посмотреть, двойным кликом открываете его, и в игре запустится соответствующий реплейчик, который вы сможете вполне спокойно принять к просмотру. Также стоит отметить, что если вдруг произошло обновление в игре, и ваши реплеи все-таки остались храниться в каких-то других, допустим, там, папках, то вы данные реплеи просмотреть не сможете. В случае, если вы будете пытаться это сделать, вам выдаст вот такую вот ошибочку, которая свидетельствует о том, что реплей с сервера был удален, и, соответственно, несмотря на то, что файл сам остался висеть на вашем компьютере в какой-нибудь другой папке, или даже если вы кому-то отправили его по электронной почте, допустим, не сможет никто просмотреть данный реплейчик, поскольку его уже, в принципе, не существует. Тот файл, который вы себе сохраняете, это не более чем ссылка на видео, которое хранится на сервере. Поэтому, если видео с самого сервера было удалено, у вас остается просто сам ярлычок, который, ну, уже не жизнеспособен и, соответственно, не действует. Итак, мы разобрались с вами, где хранятся, сколько хранятся, как их оттуда достать, как кому-то отправить, ну и, соответственно, как их просмотреть, если кто-то прислал вам какой-нибудь реплейчик. А я напомню, если у вас есть или будут хорошие, качественные реплеи, присылайте их ко мне, и я надеюсь, у меня будет возможность выгрузить их на канал, другим на потеху, ну, либо на поучительное созидание. Спасибо вам большое за просмотр, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, я стараюсь ради вас и надеюсь на вашу поддержку. Я надеюсь, что вы поможете мне вырваться в топ по Блицу на YouTube. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова